В Черкесске прошло заседание общественной палаты Карачаева Черкесии по подготовке к предстоящим выборам президента Российской Федерации. Состоялся торжественный запуск производства. В год развития промышленности открылось еще одно предприятие – швейная фабрика «Гост-Текстиль». Первая задача – быстро надеть боевую экипировку. На территории второй пожарно-спасательной части Черкесии состоялся тематический квест. В спорткомплексе «Юбилейный» прошел турнир по мини-футболу между силовыми структурами и представителями судебной системы. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесии». С вами Мурат Жентьюзов. Сегодня день работник органов безопасности Российской Федерации, уважаемых сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы безопасности по Карачаевой Черкесской Республике с профессиональным праздником поздравляет глава региона Рашид Тимрезов. Самоотверженность, мужество, профессионализм, ответственность, которые вы демонстрируете в сложных ситуациях, являются необходимыми качествами работы сотрудников органов безопасности и вашим личным вкладом в обеспечение безопасности нашего Отечества. Вашу эффективную деятельность, направленную на борьбу с терроризмом, экстремизмом, преступностью и коррупцией, отмечают руководство страны и граждане России. В современных реалиях круг ваших задач значительно расширился, и вы успешно с ними справляетесь. Мы благодарим вас за преданное служение Родине и желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений. Пусть ваша служба будет сопровождаться успехом и победами. 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Согласно законодательству, общественный контроль за выборами осуществляется общественными палатами регионов. В Черкесске прошло заседание общественной палаты Карачаева-Черкесии по подготовке к предстоящему событию. На нем обсудили комплекс мер, направленных на обеспечение открытости выборного процесса. В штабе общественной палаты сформированы и уже осуществляют работу следующие группы – информационная, юридическая, мониторинговая, экспертная и мобильная. Руководители групп доложили о проведенной работе и выразили готовность содействовать осуществлению всех избирательных прав граждан при проведении выборов. Мы все с вами активно работаем и, по существу, эту работу продолжаем уже в течение года. Общественный штаб, который активно работал весь сентябрь месяц, а также вел подготовку общественных наблюдателей, начиная с июня месяца. И эксперты все работали у нас, спасибо им большое, начиная с мая месяца. Поэтому мы с вами сейчас только перезагружаем нашу работу и начинаем новый этап работы общественного штаба. В Карачаево-Черкесии в год развития промышленности открылось еще одно значимое предприятие. Расположенное в региональной столице, фабрика «Гостекстиль» выполняет в том числе госконтракты. Торжественный запуск прошел при участии министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Мурата Гапова. Подробности в сюжете Артура Мхце. Педагог по образованию Фатима Узденова с детства любила шить. Спустя годы хобби, наконец-то, стало для нее специальностью. Я сама шью дома вещи, одежду себе шью, детям шила. А когда открыли эту фабрику, это предприятие, я пришла посмотреть, что тут. Но станки новые, я впервые столкнулась с этими станками, машинами. Ну, мне понравилось. В Карачао-Черкесии много внимания уделяется промышленности, а 2023 и вовсе тематический год. Открыты несколько предприятий, которые с первых дней существования доказали значимость выбранных направлений. Фабрика «Гостекстиль» из их числа. Здесь трудятся несколько десятков человек, причем не только жители нашей республики, но и выходцы из дальнего зарубежья. При необходимости мощности могут быть увеличены в соответствии с запросами заказчиков. Условия позволяют. У нас направление сейчас на оборону, в СВО, поединую форму шьем и бейсболки. А сколько технически можно сделать, выполнить и кто это делает? Ну, например, форму мы можем шивать от 50 комплектов за день. Это только стартовая, а так в дальнейшем будем расширять количество. А бейсболки можем делать от 500 штук в день. Современное оборудование, грамотно налаженный технологический процесс, просторные рабочие места позволяют персоналу фабрики беспокоиться лишь о качестве продукции и сроках выполнения заказов, в том числе от регионального Минпрома. Участие в торжественном запуске производства приняли представители исполнительной и законодательной власти в республике. Это очень хорошее событие, тем более, что оно происходит в год, объявленный Рашидом Борисбичем Терберезовым, годом развития промышленности. Здесь на сегодняшний день работают до 50 человек. При выходе на проектную мощность будет работать 150 человек. Все это неизменно будет вносить вклад в развитие нашей экономики. И вот мы сегодня видим полное импортозамещение. Шикарно, молодцы. Хочется пожелать ребятам дальнейших успехов в завоевании рынка. Пошив спецодежды – важнейшая составляющая производственного процесса. Руководство фабрики понимает, какая ответственность возложена на коллектив. Здесь стараются выполнять все необходимое качественно и в срок. Законодатели почетными грамотами отметили вклад фабрик «Гостекстиль» и «Красный Восток» в развитие промышленности в регионе. Артур Мухцемиха Каркелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Под председательством заместителя начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Эдуарда Чумаева в региональном управлении вне ведомственной охраны состоялось совещание с должностными лицами подразделения охраны юридических лиц и подразделений ведомственной охраны. С докладом о результатах реализации мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью подразделения охраны в 2023 году выступил начальник отделения государственного контроля территориального управления Росгвардии Магомед Атабиев. В ходе совещания до присутствующих была доведена информация о планируемых на следующий год контрольных мероприятиях за деятельностью организации с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Также говорили об изменениях в законодательстве Российской Федерации в область оборота оружия и охранной деятельности. В Черкесске в Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» состоялся обучающий интенсив для учителей начальной школы. Педагоги обсудили концептуальные основы реализации программы «Орлята России». Подробнее Альбина Ламкова. Программа социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» направлена в первую очередь на развитие, поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, формирование социально значимых качеств личности, обучающихся, ключевых базовых ценностей, таких как родина, семья, природа, дружба, труды и милосердие. Последние 30 лет, после известных нам всем исторических событий, не хватало нам той идеи, вокруг которой бы сплотились дети, родители и педагоги. Вот программа «Орлята России» – это вот то самое, наверное, та самая изюминка, которая сейчас у моих коллег-педагогов ассоциируется с программой «Октябрят советское время». То есть здесь те же самые направления работы, то есть мы признаем, что советская система воспитания, она была самой лучшей. «Орлята России» – интересный и увлекательный проект. Пройдя семь образовательных треков, учебный год наполняется полезными делами. Каждый из них значим для детей. Ребята учатся выстраивать отношения в команде, примерять на себя разные роли, в том числе и роль руководителя-лидера. Учатся бережно относиться к природе, знакомиться с историей страны, города, семьи, изучать семейные реликвии. Учатся быть волонтерами и организаторами добрых и полезных дел. Прежде всего, программа «Орлята России» направлена научить ребенка работать в коллективе, уважать рядом стоящего, слышать, слушать его и работать над общей темой, отметила Людмила Барлакова. Практикующие учителя программы «Орлята России» рассказали на семинаре о том, как проходит ее реализация вместе с детьми на практике. Многие из них прошли обучение на базе Всероссийского центра «Орленок». Им есть что рассказать коллегам. В программе «Орлята России» уже зарегистрировано 800 учителей начальной школы из нашей республики. Семнадцатая гимназия тоже приняла работу по трекам «Орлята России». Ребятам очень интересно принимать участие в играх, в квестах. Они с удовольствием включаются в работу, придумывают какие-то новые задания. А самое главное, они реализуют все свои внутренние возможности. Изменилось ваше отношение к работе? Да, конечно. Стало работать гораздо интереснее, когда дети сами предлагают какие-то мероприятия, какие-то квесты, какие-то игры, приносят какие-то новые задания, задачи. Конечно же, нам, педагогам. И интереснее стало легче работать. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Весе, Корчаева, Черкесия. В преддверии Дня пожарной охраны России на территории второй пожарно-спасательной части Черкесска состоялся квест. Для участников мероприятия огнеборцы подготовили небольшое количество заданий. Легко ли облачаться в полную боевую экипировку пожарного, примерила на себя роль огнеборца Альбина Ламкова. «Это огневая одежда пожарного. Время, за которое он должен одеться, составляет 20 секунд. Идеал 17 секунд. И поверьте, это очень сложно сделать. Она очень тяжелая. Она не похожа на нашу повседневную одежду». Вес обмундирования со всей экипировкой составляет около 30 килограммов. Надеть журналистам боевую одежду пожарного понадобилось больше времени. Для человека нетренированного дело не из простых. «А с какого раза получается одеться хотя бы за минуту? За минуту? Хотя бы за пять, да, правильно. Сначала, как и вы, будущие пожарные не торопятся. Они обучаются только. Ну а потом уже даже и время никто, наверное, так не засекает». В силу специфики работы пожарные обязаны одеваться оперативно, затрачивая на это минимальное время. Для того, чтобы это осуществить, одежда огнеборца должна быть заранее сложена и находиться в отведенном для нее месте. «Надевание самой одежды пожарного не более 27 секунд, а на «Отлично» 21 секунда все-таки. «А я сказала 17 секунд». «Ну, немножко вы нас в рамки еще загнали». «Да? Так это рекорд будет, если за 17 секунд?» «Ну, на самом деле рекорд есть и за 14 секунд». Первая задача – надеть боевую одежду пожарного, которая защитит от высоких и низких температур, выполнена. Затем прочувствовать на себе труд пожарного, оценить риски, необходимо было на выезде. Тут тоже дорога каждая секунда. Выезд был для разогрева, а впереди настоящее испытание – учебно-тренировочный комплекс. Теплодым-камера. «Не страшно, но больше даже есть спортивный интерес попробовать, как оно там». Теплодым-камера помогает спасателям отрабатывать на практике работу в непригодной для дыхания среде. «В средствах индивидуальных органов дыхания – это баллоны, которые рассчитаны на время работы не более чем 40 минут. То есть здесь условно необходимо пройти не более 30 минут». Все как по-настоящему – нулевая видимость, вспышки огня и крики пострадавших. Но это для учений пожарным. «Не просто, хотя нам упростили задание, мы без дыма». Лабиринт небольшой, но очень сложный. Самостоятельно пройти все испытания под силу только профессионалам. «Очень сложно пролезть мне. Я считаю себя миниатюрной. А как это сделать пожарному? Не знаю». Несмотря на то, что пришлось потрудиться при прохождении испытаний, участники пожарного квеста остались довольны и получили мощный заряд энергии и вдохновения. И еще раз убедились, насколько профессия пожарного опасна и сложна. «Насколько сложны были испытания и какое больше тебе понравилось?» «Очень было сложно, но самое было крутое – это залазить в машину пожарную. Это было очень сложно, но очень интересно». Адмила Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. В спорткомплексе юбилейной республиканской столицы прошел межведомственный турнир по мини-футболу между силовыми структурами и представителями судебной системы. Соревнование было организовано Верховным судом Карачаева-Черкесии и посвящено 30-летию Конституции России. На спортивном мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. В межведомственном турнире по мини-футболу приняли участие 9 команд – представители различных силовых структур и сотрудники судебной системы. Стремление к победе в спортив назад демонстрировали футболисты. Открывая состязание, председатель Верховного суда Карачаева-Черкесии Наурус Лепшоков поздравил всех с 30-летием принятия Конституции России и пожелал всем яркой и честной игры. Конституция Российской Федерации – это основной документ нашей страны, принятый на всенародном голосовании, референдуме 12 декабря 1993 года. Это фундамент нашей страны. Я вас поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы, поскольку Конституция присутствует ежедневно в нашей жизни, чтобы и оберегает нас, защищает права каждого человека. Приятно видеть, что представители ведомств уделяют особое внимание здоровому образу жизни. И сегодня мы увидим зрелищный футбол, отметил министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов. Большая благодарность вам за то, что вы своим примером даете вектор подрастающему поколению, чтобы они понимали, в какую сторону должно двигаться общество, развиваться в сторону позитива и здорового образа жизни, в сторону созидания. Вам огромное спасибо. И я хочу вам пожелать, чтобы вы долгие годы оставались в такой прекрасной физической форме. Я вот посмотрел несколько игр. Вы огромные, большие молодцы все, что держите себя в такой форме, так относитесь к здоровому образу жизни. Футбол – это командная игра. И уверен, что вы получите огромное удовольствие, отметил мэр Черкеска Алексей Баскаев. Отрадно именно, что вот так празднуются такие знаменательные даты, именно спортивными состязаниями. И футбол – вообще отличная игра, командная игра. Я уверен, что сегодня у вас есть возможность и продемонстрировать свою и физическую форму, и просто пообщаться с коллегами в такой неформальной обстановке. Мастерски выверенная игра и хорошая техническая подготовка вызывали бурю эмоций у болельщиков. Участие в подобных турнирах позволяет развивать дружеские отношения между различными ведомствами. И самое главное – сохранять спортивный дух, отмечают участники соревнования. Во-первых, это здоровый образ жизни, конечно же, поддержание своей физической формы. Во-вторых, это, конечно же, общение, новые знакомства с какими-то ребятами. Не пересекаемся в плане трудовой деятельности, знакомимся на футбольных полях. В общем, одни плюсы, положительные их эмоции очень много. Прекрасное мероприятие. Речь идет о том, что мы празднуем принятие нами самого главного закона страны. Так я желаю нам всем, чтобы права граждан, простых людей, чтились и соблюдались в нашей стране на высшем уровне. В итоге победителем межведомственного турнира стала команда управления Росгвардии Республики, второе место у судебной системы и на третьем – футболисты по грануправлению ФСБ. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Белой Джозаевой. Субтитры создавал DimaTorzok